здесь отлично работают google карты мы когда только приехали на автовокзале я сразу оставил себе в ватсап наше геоположение чтобы куда мы не пошли куда мы не пришли нажать на геоположение и по карте вернуться к автобусной станции самый быстрый удобный вариант не потеряться здесь днем жарко мало народа гуляет машин тоже много не много несмотря на то что сегодня суббота выходной не очень людно сейчас мы идем где-то метров пятьсот отошли от вокзала нас карта ведет достопримечательности которые первые порекомендовал google в картах google картах трудно читаемая сейчас подойдем к ней и скажу как называется эта часть города называется старый город много всяких лавочек много туристов сейчас впереди уже виднеется море красиво сейчас выйдем на набережную эта штука на карте выглядела как какая-то достопримечательность сейчас попробуем найти название если нигде не найдем я просто в видео ставлю текстом она даже немножко жилая потому что кто-то сушит белье на этой штуке семья зовет на набережную и 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 часа очень жарко народу немного и очень жарко фишерман ныряет за рыбами саня но рыба не крупная если что наверное с нее и еда не получится порт местных богатых пацанов которые ставят свои яхточки а здесь лодка с какими-то морскими губками спанч бобы а я не мягкие поля была здесь шесть лет назад у нее ностальгия выбирай блюда будем идти обратно посидим снова мы сейчас идем по искусственному сооружению это стена или что-то такое сделанное на воде сейчас идем к маяку всю эту красоту можно посмотреть абсолютно бесплатно она как парк оформлена нигде платить не надо заходить и смотрите делаете фотки смотри какие лодки саня мой друг и надежная опора это самой красавицы всех кого я знаю в каждом месте где мы отдыхаем есть какой-нибудь каменный форт красивый вот мы недавно были на дзензибаре там стоунтаун который построили англичане это единственная достопримечательность которая там есть потому что афроамериканцы ничего строить не хотят они всем показывают город который построили их колонизаторы то же самое англичане построили на шри-ланке форт галия вот он где-то так выглядит укрепленно кто этот порт форт построил я там еще не читал в википедии гляну но он тоже каменный в английском стиле называется правда старый венецианский порт не такой большой как форт галия на шри-ланке или стоунтаун в дзензибаре но достаточно красивый и сейчас я же говорю как плюс так и минус в том что жарко это минус потому что жарко но плюс потому что мало народа получается хорошие кадры можно все поснимать сейчас посмотрим на все это свысока вот эти чудесные окна в которых все делают фотки впереди маяк сейчас мы к нему придем очень ярко светит солнце и его практически не видно сейчас подойдем ближе все рассмотрим вот наш маленький тролль какой-то интересный кусочек жизни здесь вырос зеленая насыщенная на камне просто растет на камне мы уже пошли почти подошли к маяку вот эта гавань небольшая открывается уже непосредственной близости к маяку впереди что-то типа мечети или непонятно что с такими куполами полокруглыми мы сейчас на обратность на обратном пути к ним придем а впереди как и называется порт венеция он и похож на венецию венецианский порт такие домики как венеции тоже к ним подойдем здесь плавая добрая подводная лодка непонятно погружается она или нет но очень веселая такая добрый капитан Наверное с такого кораблика Людям показывают дно этого залива К маяку дольше шли Чем здесь есть что смотреть Но пришли, пришли, посмотрели Идем обратно, на той стороне Очень красивые виды, мы сейчас туда пойдем Там скорее всего больше всего интересного будет Хотя маяк тоже достоин Того, чтобы на него посмотрели Но если бы не вот эта 40 градусная жара Обязательно приезжайте Самостоятельно, без экскурсии Ходите, гуляйте, здесь очень классно Мы обошли эту территорию Теперь с обратной стороны маяка Сейчас подойдем к этой мечети Потом дальше туда, в венецианские домики Здесь серьезный автопарк для туристов Красавчики, выбирай любую Непонятно все-таки, что это такое И вот очень интересная часть набережной Без порта возвращаемся в старый город Вот, немножко прохлады Это какой-то маленький мир Здесь кипит своя жизнь Туристов русскоговорящих мало Мы встретили В основном Англоговорящие и тому подобное Говорящие Улочки узенькие, красивенькие И вообще красота Смотрите Куда идешь, везде куда-то можно зайти Какая-то растительность В каждом городе, где мы отдыхаем Очень интересные Где есть вот именно старый город Такие локации, которые называются старый город Очень интересно по ним гулять И в Анталии есть такие райончики И на Занзибаре И даже в Там, в той же самой В Китае, в Хайнане мы были Есть такие локации Везде есть В Европе вообще не везде Где только можно Узкие города По которым Узкие улочки По которым Не ездит никакой транспорт И они чисто туристические По ним можно гулять Выходить к воде Это все абсолютно живое Живые цветы Красота 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 Эй! Камеру убери! Ты что снимаешь? Нельзя! Привет, тролль! Мы зашли в немножко странную улицу, где ширина всего лишь метра два с половиной, но люди умудрились поставить столики и кормят туристов. И ты идешь, а кто-то ест что-то непонятное. Это как-то странно, но оригинально и прикольно. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы снова вышли к маяку, с которого мы начинали сегодня. Старый город в Ханье классный. Здесь есть что посмотреть. Обязательно надо сюда приехать, где бы вы не были на Крите. Обязательно приедьте сюда, погуляйте. Лучше после 16 вечера, так как не очень жарко, народу немного и гулять очень комфортно. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много обзоров интересных по Криту. Заходите, смотрите. В общем, рад, что мы с вами. Спасибо.